МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти дни начинаются крупные мероприятия, посвященные этому событию. Вы совершенно правы. Да, действительно. 23 августа 1956 года вышло постановление правительства Советского Союза о создании Якутского государственного университета. И ровно 60 лет мы работаем как университет. И в эти дни отмечаем юбилей нашего университета. Поэтому позвольте всех жителей Якутии, кто каким-то образом связан с университетом, кто учился, кто работал, люди, у которых учатся дети и внуки. Всех якутян поздравляю с этим прекрасным праздником и пожелаю, чтобы наш университет процветал и дарил нам очень много квалифицированных кадров, новые разработки и новые исследования, которые позволят обеспечить устойчивое развитие нашей республики. Василий Михайлович, ну а какими наиболее яркими достижениями вы бы отметили этот год для университета? Учитывая то, что этот год юбилейный, этот год у нас объявлен годом качества. И удивительно, но факт, что в этом году в год качества очень много ярких результатов наших студентов. Это и первая победа впервые, первая победа на Всероссийской олимпиаде по математике. Второе место по хирургии. Наши педагоги стали лучшими в России. Историки одними из лучших в мире. А про наших спортсменов говорить и про лебедев, и про ссадин. То сами чувствуете, что да, действительно, наши студенты, они в этом году показывают очень хорошие результаты. Вот буквально на днях прошла первая олимпиада по горному делу и геодезии. И наши студенты горного института заняли второе и третье место. Понимаете, это говорит о том, что да, действительно, качество образования в нашем университете достаточно высокое. Это то, что показывают наши студенты. А наши преподаватели в этом году также достигли, я думаю, очень хорошего результата, потому что это и исследования, которые проведены. В этом году мы более 30 различных экспедиций по всей территории Российской Федерации провели. Вы представляете, это и историки, это и горники, это и геологоразведчики, это и филологи, которые объездили почти всю Россию. Мы получили в этом году очень много патентов. Это говорит о том, что да, наши исследования, они реализуются в жизни. О том, что насколько интересными, насколько яркими являются исследования, которые проводятся у нас, и насколько они реализуются в жизни, говорит тот факт, что бизнес-инкубатор Орех, это студенческий бизнес-инкубатор, он в этом году впервые стал победителем с российского конкурса. И поэтому мы очень радуемся, что год качества, он показал, что да, действительно, качество образования, которое есть у нас в университете, является очень высоким. Вот посмотрите, мы ежегодно, как и любой университет, участвуем в национальном рейтинге университетов. И в этом году у нас очень хорошие результаты. Например, четвертое место по качеству магистрских программ. Ну вот, смотрите, у нас 120 магистрских программ, и они признаны одними из самых лучших в России. У нас седьмое место по тому, как мы работаем со школами. Восьмое по качеству бакалаврских программ. В целом по качеству образования у нас 29 место в России. Это же очень хороший показатель. Вы представите себе, что около тысячи вузов России, и из них быть четвертым в стране. А вот буквально недавно российская венчурная компания сделала изучение, насколько же качественно проводится инновационная деятельность. И по итогам этого исследования мы стали пятыми в стране. Мы тоже знаем, что да, действительно, где-то есть силиконовая дольона. И это у нас очень сильные инноваторы в стране. И вот Якутия, Северо-Восточный федеральный университет, не затерялся, стал пятым в России. И очень мало вузов вошли в число лучших среди университетов стран БРИКС. И мы в двухсотки, мы вошли в этот рейтинг. И в этом году мы впервые вошли в число лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии. Для нас это очень сильный результат. Действительно, очень впечатляющие результаты. Скажите, пожалуйста, а какие интересные проекты университет намерен реализовать в 2017 году? 2017 год, это 61 год, как мы будем работать в режиме университета. И само собой разумеется, у нас очень много планов. Первые планы, они связаны в первую очередь с образованием. Как я вам уже говорил, у нас 120 магистрских программ на сегодня. Мы будем их увеличивать. Вот сейчас наши преподаватели совместно с учеными, сотрудниками Кембриджского университета, университет Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Финляндии, Кореи, Японии разрабатывают новые магистрские программы. И мы надеемся, что 1 сентября следующего года совершенно новых, уникальных, междисциплинарно-магистрских программ откроется в следующем году. И мы думаем, что в следующем году резко увеличится число тех, кто обучается по программам дополнительно профессионального образования. Вот я вам говорил, что у нас примерно 17 тысяч студентов. Это те, которые обучаются по программам бакалавриат, магистратуры и специалитета. А в прошлом году 8,5 тысяч сотрудников израильской организации прошли повышение квалификации. То есть мы начали очень большое и серьезное внимание уделять повышению квалификации людям, которые работают. Это чисто производственники, это и золотодобытчики, это и, скажем, алмазники, это специалисты по нефтегазодобыче и так далее. 8,5 тысяч – это очень много. Мы идем к тому, чтобы к 2020 году примерно каждый второй житель Якутии прошел бы переквалификацию у нас в университете. Одна-вторая тех, кто живет в Якутии, это очень большая цифра. Это точно касается образования. Точно касается науки – это новые исследования. Новые исследования в области палеонтологии, генетики, в области композитных материалов. Мы во вторник подпишем соглашение совместно с ААМ-Биотех, это корейская компания. Все слышали о том, что у нас идут исследования по мамонтам. Очень многие говорят, что, может быть, мы дойдем до того момента, когда будем клонировать. Но во вторник мы покажем первые три собаки, которые уже проклонированы. То есть привезут к нам из Кореи и Северо-Восточный федеральный университет, СААМ-Биотех и Российское военно-историческое общество подпишут соглашение, и мы передадим первые эти три собаки уже в Российском военно-историческом обществе. Ну и само собой развивается, будет развиваться материальная база. Это новое общежитие, которое мы будем строить на глубину на 500 мест. Мы завершаем строительство, уже вводим совместно с компанией «Алроса» общежитие в городе Мирном. Будем строить медицинский институт, новый учебно-лаборационный корпус. То есть направление развития... Да, вот действительно, очень много ведь говорили о строительстве нового здания для медицинского института, но пока это еще в планах, да, еще на каком этапе? Ну, проект уже есть. Замедельные площади выдвинули, и мы готовы, чтобы начать строительство, потому что востребованность медицинского работника очень большая. Мы ежегодно где-то выпускаем около 300 выпускников медицинского института, это будущие врачи, да, но их мало. Это мы покрываем где-то только одну треть. А по центру кардиохирургии что вы можете сказать? Это, вы говорите, ну, очень многие так называют центр кардиохирургии. Это, скажем, центр амбулаторной сердечно-сосудистой хирургии, которую мы открываем при клинике медицинского института. Вы понимаете же то, что сердечные болезни это одно из самых таких распространенных в Якутии. И университет проводит не только исследования, но и осуществляет чисто практическую помощь. И вот этот центр, который у нас открывается, который начинает действовать, в следующем году, мы надеемся, войдет в полную мощь, будет работать по оказанию консультативной помощи, практической помощи жителям Якутии. Василий Михайлович, ну, конечно же, университет, он всегда был ценен своими выпускниками. Выпускники Якутского университета, я по привычке говорю так, да, они работают во всех районах нашей республики, в городе Якутске. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, вот образ выпускника, он как-то поменялся? Какая-то трансформация произошла? Вот время-то такое длинное. Само собой разумеется. Вот смотрите, в 1956 году обучалось всего 1700 с лишним студентов. Сейчас обучают 17 тысяч студентов, то есть на несколько, намного больше, а так же вы, да? И 1956 год, это в основном студенты, которые представляли районы Якутии и сам город Якутск. У нас сейчас обучаются представители около 40 стран. У меня был вчера очень интересный разговор. ко мне зашли представители Японии и представители Камерона, которые обучают. Ну, Япония – это Азия, Камерон – это, представляете, где-то, это экваториальная Африка, которая здесь обучается. И мы вчера разрабатывали очень интересный проект по, так называемым, устойчивому кампусу нашего университета. И сейчас стало намного больше тех ребят, которые представляют регионы нашей Российской Федерации и различные страны. Это и Азия, это и Европа, это и Африка, это и Северная, и Южная Америка. И наш университет на различных конкурсах, вы представляете, показывает, например, скажем, студентка Ли Тхи Хуэн, и она представляет ей Вьетнам. И в прошлом году в конкурсе Ломоносов, это конкурс научных исследований студентов, она стала абсолютным победителем. И в России представитель Северо-Восточного федерального университета с одной стороны, с другой стороны представитель Вьетнама. А сколько студентов из других регионов России у нас обучаются? Ну, если в процентах, это тоже очень интересно, что они едут именно к нам. Вы знаете, что к нам ехать-то очень тяжело. Это холод, это дороги. Но мы в этом году дошли до уровня 1%. 1% вроде бы, ну, все-таки мало же, да? Нет, но если от 17 тысяч 1% тоже, да. Это те, которые обучаются по основным образовательным программам. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз с праздником. Спасибо вам. Еще раз напомню, что в студии был проректор по стратегическому развитию СВФУ Василий Михайлович Савинов. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Все, все.